секвенция это последовательность клипов с определенными настройками чтобы создать секвенцию тоже есть несколько способов русскоязычные версии секвенции называется эпизодом создаем секвенцию файл создать эпизод здесь же можно сразу дать название и программа нам предлагает целый ряд уже заготовленных шаблонов я использую шаблоны камер red удобно просто тем что здесь есть очень большое обилие вариантов по разрешению и частоте кадров в данном случае нам понадобится разрешение full hd 25 кадров в любой момент можно изменить настройки секвенции перейдя в меню эпизод настройки последовательности вот мы видим здесь разрешение количество кадров в секунду все эти параметры меняются альтернативным способом создания секвенции является сочетание клавиш control n попадаем в то же самое меню либо есть еще вариант нажатием на вот эту кнопку создание нового элемента нажимаем вот есть эпизод опять-таки то же самое меню и есть еще пару способов например можно выбрать нужный нам клип и просто перетащить на панель timeline в этом случае секвенция создается с настройками именно этого исходного файла то есть можем посмотреть правой кнопкой свойства этот видеофайл нас имеет разрешение 1920 на 1080 частоту кадров 24 кадра в секунду сверяемся с настройками секвенции для этого идем в эпизод настройки последовательности видим 24 кадра в секунду разрешение 1920 на 1080 этот же способ у нас будет работать если мы берем нужный нам клип и перетаскиваем вот на эту часть то есть на эту кнопочку точно так же создается у нас секвенция с настройками выбранного нами клипа а как определить какие настройки секвенции нам нужны на самом деле настройки секвенции мы выбираем такие каким мы хотим видеть финальный видеоклип то есть после того как мы все смонтируем и экспортируем нам нужно будет вывести клип с настройками под нашу Например, Full HD 25 кадров в секунду. Соответственно, какие мы хотим видеть настройки на выходе, такие же настройки мы устанавливаем в секвенции. После того, как мы создали секвенцию, можем обратить внимание, что в панели проекта добавилась секвенция. И чтобы не путаться, чтобы можно было легко отличить секвенцию от видеофайла, можем обратить внимание, что секвенция, помимо того, что отличается цветовым маркером, есть отличие в значках. На видеофайле присутствует значок кинопленки, но еще есть звуковая дорожка. Секвенция же представляет из себя значок нескольких дорожек и ползунка, который называется Playhead. Когда параметры видео отличаются от настройки секвенции, при помещении видео на таймлайн в секвенцию, премьер выдает нам сообщение вот такого характера. Потому что клип не соответствует настройкам, и у нас есть два варианта – сохранить существующие параметры, либо изменить настройки секвенции. Поскольку мы сами выставляли настройки секвенции изначально под нужную нам задачу, в данном случае мы сохраняем существующие параметры, либо можно было просто нажать на крестик «Закрыть». И в дальнейшем мы просто можем отредактировать видео, если оно отличается по разрешению или по частоте кадров.